Данное видео я хочу показать тем, кто хочет заменить смеситель, ну как бы первый раз и никогда его не делал. И хочет просто, так сказать, видеть все как это делается. В замене смесителя нет ничего сложного, достаточно иметь минимальный набор инструментов. Ну и естественно новый смеситель, который вы хотите заменить. Старый смеситель у нас вышел из строя, требуется его заменить. Прежде чем начать менять смеситель, нужно сделать что? Перекрыть воду. Правильно, перекрыть воду. Итак, начинаем. Прежде всего нам нужно открутить старый смеситель. Воду мы уже перекрыли и начинаем его. Вот, обратите внимание на ключ, чтобы не подшкрепать новый смеситель. Я обернул наш разводной ключ малярным скотчем. Народ делает через тряпочку, в общем все делают как им удобно. Итак, демонтируем старый смеситель. Все, мы демонтировали свой старый смеситель. У нас и шли с новым смесителем новые эгоцентрики, неплохие, латунные. Но, поскольку у нас эти уже выровнены и установлены, то и в нормальном состоянии мы оставляем их. Надеваем наши декоративные чашки. Мы установили наши чашки новые декоративные. Не забыли сюда, под зажимные гайки, поставить прокладки. И начинаем монтировать наш новый смеситель. Сперва зажимаем от руки. Потом, когда от руки зажали, уже нашим ключом, помните, да? С подложкой из малярного скотча, или еще называют его бумажный скотч. Чтобы не провредить хромировку, начинаем прикручивать. Зажимать. Но без фанатизма. Причем равномерно. Сперва одну гайку, затем вторую. Установить новый смеситель, и не произведя остальную сборку, имеет смысл включить воду. То есть мы включаем воду и проверяем, нет ли у нас течи. Теперь у нас благополучно, чтобы, если надо, реагировать на это. Смеситель у нас включен. Ложок двигаю в разные стороны. Все нормально, течи у нас нет. Начинаем дальнейшую сборку смесителя. Дальше у нас по установке идет переключатель. Душ-гусак. Его ставим в удобном нам положении. Причем, заметьте, это механический переключатель. То есть, если у вас есть возможность взять именно механический, то сразу берите его. Он намного удобней, надежней, потому что автоматический выключатель очень капризный к давлению воды. И если давление воды, к примеру, упадет, они у вас не будут просто работать. А механически, вот, надо повернули вы на дождь, надо повернули вы на гусак. Тоже не забываю установить прокладку. Смонтируем его. Все как всегда. Закручиваем от руки в нужном нам направлении. Да, еще хотел обратить такой момент. Здесь, вот, под такой внутренний ключ, есть такой паз, да, закручивается против резьбы, то есть, левая резьба, что здесь, что и в этих гайках. Из завода могут быть расслаблены, так что, если у вас есть такой ключик, как правило, завода нормально подтянута, но имеет смысл против резьбы, помните, да, подтянуть. Ну, и тоже поджарим. Мы установили наш переключатель. Затем, уже не имеет разницы, в какой последовательности, подсоединяем гибкий шланг. В принципе, его можно подключить просто от руки. И подсоединяем нашу душевую лейку. Тоже от руки. Вот, установили. Для страховочки, конечно, можно еще и поджать нашу гайку. Чуть-чуть. Что мы и сделали. Нам остается, для окончания работы, установим гусак. Устанавливаем его тоже без фанатизма. Можем чуть-чуть поджать. Вообще, легко-легко. Ну, вот, таким образом смеситель у нас работает. Проверяем работу. Видите, работает. Проверяем горячим водом. И проверяем душ. Переключаем механический наш переключатель. Как видите, все работает. На этом все. Спасибо. С вами был сайт Доммастер, который можно найти по адресу мастер.ком До свидания.